Все, отлично, погнали. Итак, для кого наш мастер-класс? Если ты не умеешь составлять план тренировок и готовиться самостоятельно к соревнованиям, если твои результаты встали и ты не знаешь, в каком направлении двигаться, если травмы преследуют тебя, а это у нас почти неотъемлемая часть нашей спортивной жизни, и ты давно хотел потренироваться вместе с профессионалом, так же, если ты новичок и хочешь совершить меньше ошибок в тренировочном процессе и добиться как можно быстрее высоких результатов, далее, если ты хочешь повысить свой уровень подготовки к соревнованиям и максимально раскрыть свой потенциал, поверьте, это тоже надо уметь, потому что есть у нас зальные чемпионы, так называемые, которые в зале поднимают плюс 100-500, а на соревнованиях 200. Такое бывает, и сам таким был. Поэтому вопрос реализации, поверьте, немаловажный факт. Далее, если ты тренер и хочешь повысить свой уровень знаний, что положительно скажется на твоей зарплате, как раз вот парень, который писал по поводу денег нет, вот, станешь тренером, повысишь квалификацию, к тебе пойдут клиенты, и у тебя будут деньги, вот. И если ты хочешь знать секреты чемпионов, вот. Итак, хотелось бы спросить, кто о нас сейчас узнает впервые, то есть кто мою мордаху видит в первый раз, скажем так. Есть такие у нас? Из присутствующих. Ну, хоть кто-нибудь, хоть один человек, скажи, да кто ты? Юрий Белкина, я не знаю. Таких нет, да, получается? Раз никто не пишет, все молчат. Ну, Стаса первый раз, я его сам вижу, только вот, получается, в третий раз. Вот на первом, на втором вебинаре, вот в третий раз. Так. Так, отлично. Отлично, отлично, отлично. Да, почему-то все обо мне только узнали, лишь после того, как я ушел в альтернативу. На самом деле это несправедливо, потому что спортсмены ФПР не должны оставаться без внимания. Но так получилось, что почему-то о них мало кто знает. Хотя спортсмены ФПРовские, то есть на ИПФовские. На самом деле, есть очень великий спортсмены. Так. Едем дальше. Ну, немного расскажем об истории нашего пути. Конкретно о моей. Пришел я в зал в 13 лет, конкретно 16 сентября. Кому-то я это уже рассказывал. Можете пока что отключить и перекусить. Кто-то слышит это впервые. Поэтому еще раз расскажу. Пришел еще раз, например, в 13 лет. 16 сентября. Итого математически можно посчитать, да, что получается, если 90-го года рождения, пришел я в 1004 году, то спортивный стаж у меня уже пошел в 14-й год. То есть я уже в пауэрлифтинге. Вот первые мои результаты были довольно-таки, вот, правильно, пожал 39 килограмм, все верно. Мой первый режим был 39 килограмм. Пресед 85, тяга 95, то есть то, что было с ходу. Показано. Впервые выступил на соревнованиях я в 2006 году. Результаты были довольно-таки скромные. 105 присед, 70 жим и 120 тяга. В категории до 60 килограмм. Далее, к 11-му классу, это в 2008 году я дошел до уровня КМСа, но, как я и говорил, про зальных чемпионов. В зале я поднимал, на соревнованиях я ничего толком поднять не смог. Да, это было в Тымовском, все верно. Я родился и прожил 11 лет. Далее, после окончания школы я поступил в университет, и в Хабаровске уже пошли мои все спортивные, скажем так, успехи. В 2010 году я выполнил, в январе 2010 года я выполнил норматив мастера спорта, то есть он был с присвоением. И далее, в принципе, мои результаты, скажем так, подвстали. И в 2011 году, после смены тренера, к уходу к щетине Буиславу Максимовичу, я, скажем так, получил заряд энергии, открылось то, что второе дыхание, третье, четвертое, пятое и так далее. Вот, все пошло в гору, стал прогрессировать стимильными шагами, стал сначала членом сборной России юниорской, затем мужской сборной, стал двукратным слюдным чемпионом мира по юниорам, то есть по классике и в экипировке, рекордсменом мира среди мужчин, то есть находясь в юниорском возрасте, стал рекордсменом среди мужчин в тяге, безэкипировочной. В 2015 году у меня была дисквалификация, ну, те, кто знают, они не помнят. Закончится она у меня уже меньше, чем через полтора года. Вернусь ли я в IPF, сразу говорю, еще пока не знаю. При данной ситуации пока не хочется, политической, спортивной ситуации. И дальше, последние, получается, три года, вы, в принципе, обо мне уже знаете. То есть все началось уже с Титанов, в принципе. Стали обо мне все больше и больше знать люди. Вот, выиграл Титаны, установил через шесть дней, абсолютно рекорд России 418. Потом выиграл боссы в Штатах, потянул 420, выиграл US Open, выиграл опять боссы, забаранился в Секстане. Вот. И, то есть, последнее соревнование, где потянул 440, сабалтон на 55. Думаю, знают практически все. Итак, далее нам про свои успехи расскажет Станислав. Станислав, ты здесь? Станислав здесь. Друзья, слышно ли меня? Слышно и уже не слышно. И не будет? Сейчас, сейчас, секундочку, секундочку. Сейчас он будет, звук появится. Ага. Стас? Слышим, слышим. Ты можешь рассказать о себе? Точно. Слышно, я немного расскажу. В спорт я пришел, а именно в пауэрлифтинг в двух килограмм, на первом курсе института с весом 60 килограмм и ростом метр восемьдесят девять. Пришел я к тренеру, всем известному, послеру Сергею Митрофановичу. Он меня пытался гнать, сказал, что мне надо в баскетбол, с моим телосложением, что я себе поставил некоторую цель и шел к ней. В 2006 году в категории до 110 с весом 101,700 по протоколу, можно посмотреть, точно не помню, выполнил норматив мастера спорта по пауэрлифтингу в АПФ. После этого были выступления небольшие в стронгменах. Как видно на картинке, было выступление по армлифтингу, где выполнил норматив мастера спорта международного класса. И с 2003 года я начал вести тренерскую деятельность. И как кто-то тут написал в чате, Стас, да, мы помним, он шарит. Наверное, когда я прошел 10-15 дополнительных семинаров образований, я подумал, что я действительно шарю. Когда я прошел еще семинаров 10 и узнал еще больше информации, я подумал, что я, наверное, ничего не шарю. Чему я это говорю? Учиться нужно бесконечно, не останавливаясь, и даже за всю жизнь, наверное, шарить абсолютно во всем будет невозможно. Но идти к этому нужно, и каждое издание приносит нам большие возможности. Юрий, передаю слово тебе. Так, я пока спрошу, что все слышали Станислава. Изображения нет, но звук есть от Стаса. Отлично. Все отлично, отлично, отлично. Так, теперь устафетная палочка снова у меня. У кого жизненная ситуация спортивная была похожа или такая же? Есть такие люди? Кто также пришел со школы с раннего возраста, затем продолжен поступать в университете. Кто-то, может, начал с университета свою спортивную карьеру. 15 лет. Также жму 30. А я жил 39, ну, значит, уже не так же. Со школы-то сидим. Ну, уже поактивней, поактивней, друзья. Ну, пустое сообщение вообще было самое интересное, конечно. А были ли у кого-то травмы? Счастливый человек. Кого-то со школы травма в уйде. Вчера травмировался, да, обидно. Те, кто пишет нет, надеюсь, что их никогда и не будет. Конечно же. Итак, всем спасибо за обратную связь. Мы едем дальше. Кто хочет превзойти наши результаты? Кто хочет нас переплюнуть по результатам? Правильный ответ. Так, если чат не работает, нужно перезагрузить. А, ну, все верно. Чат исключен, поэтому вы его и не видите. Все вопросы видим мы с целью поддержки обратной связи. Отлично, я, когда, например, видел какие-то результаты, я не то, что... Сначала я посмотрел все это, блин, как круто, как круто, потом, когда начал сам достигать результатов, я никогда не хотел быть таким же. вот, я всегда хотел быть круче. Вот, и хотел, и хочу принципа сей день. И к этому... И для этого прилагаем все максимальные усилия. Напоминаем, что на все вопросы мы отвечаем плюс-минус высотные знаки. Ну, и там по 10-бальной шкале, например, если в том плане, что, например, нравится, не нравится данная тема и все тому подобное. Так, едем дальше. Это фотка в бывшей саватарке. Так, мы успеем... Напоминаем, что мы успеем подлить столько лишь частью информации по причине ограниченного времени. Вот. Но данная информация, которую мы вам выдаем, вы должны ее грамотно уметь применять. Напоминаю, то, что просто узнал, а то, что просто узнаешь, ничего в твоей жизни не изменится. То есть любые в жиме лежа 232,5 килограмма. с целью пожать 270. То есть для него такая цель была больше, скорее, сказочная. Вот я хочу вообще понять, каково это вообще жать такие веса. Ну и, в принципе, не прошло-то особо и много времени. Прошло год с небольшим, и он уже пожал свои не то, что 270-275 килограмм. И с приличным запасом знаю, что будет больше. Но пока что не все сразу. Пришел он с своей женой Натальей. У Натальи была цель поднять уровень элиты в троеборе и в тяге. Причем в тяге у нее все время так он, скажем так, перед носом уже был это звание, но все время ускользал. Пришла она с лучшим результатом 147,5 в тяге, элиты у нее 155. Сейчас она выполнила элиту не только лишь в сумме и в тяге, но и в приседаниях. В сумме она перевыполнила килограмм на 20 с лишним. Тягина потянула первым подходом 157, точнее не первым, а третьим, так как первое и второе она технические ошибки делала. Меня еще раз видно, слышно. Ага. Если пропадает, не забываем, нужно перезагружать браузер. Итак, потянула на 157 в третьем подходе, но и начинала на 157. То есть были технические ошибки, падала вперед. Но в планах было 170, но не в этот раз. Все это к чему говорю, то что спортсмены очень опытные, уже около 10 лет в спорте, даже более. И прогрессировать могут не только лишь опытные, точнее новички, но и опытные спортсмены. И именно не просто прогрессировать по 1 килограмму, 2,5 и тому подобное. А именно прогрессировать очень активно. Далее хотел бы также рассказать еще об одном своем дружбане. Это жирный Темка. Можете поискать хештайк в инстаграме. Аттем пришел ко мне в июне 2016 года. Жирным жимовиком начали никак не назвать. Вес его был 126 килограммов и цель его была выполнить мастера спорта. Так. А, все, разобрались. Я думал, что что-то не видит. Вот пришел он с целью выполнить мастера спорта в жиме-леже. Вот. Но мне пришлось его заставить худеть и мы его засушили до 90 килограмм. И теперь у нас он поджар троеборец троеборец на много, скажем так, перебирает уровень мастера спорта в троеборе. Вот. И уже приближается к уровню МСМК. К чему я его желаю успехов. И мы делаем все для этого, чтобы тут как здесь мечты сбываются, скажем так, у нас в нашей команде. Итак, про то, что прогрессировать, это я уже говорил. Итак, почему у них получилось? Получилось у них потому, что нам пришлось сделать кучу шагов назад, чтобы сделать огромный шаг вперед. Вот. То есть, мы начали с ноля абсолютно. И, соответственно, дошли до этих целей. Поэтому наша система работает. Потому что у нас комплексный подход. Напоминаю, мы смотрим не только какой-то нюанс. Кто-то думает, что надо фарма побольше и все пойдет. Нет. У нас начинаем с ноля и разбираем. Начиная с питания, заканчивая техникой и своим тренировочным подходом. То есть, поэтому мы исключаем сразу же все нюансы. То есть, в каких-то мелочах бывают всякие проколы и мелочах. То есть, мы сразу все разбираем с самого ноля. Вот. Итак, общий план тренировок это целая технология. То, что сейчас и говорил. То есть, это не только лишь цифры, то есть, килограммы подхода повторения. Это еще и правильное дозирование нагрузки. Это также питание, это также техника. Техника это вообще самое-самое важное в тренировочном процессе. Итак, разберем по шагам. Плюсы и минусы. Так, по шагам, по шагам. Так, меня слышно? Еще раз все проверяем, потому что сейчас приступаем к презентации к моей. Обязательно все должно быть видно и слышно. Итак, все отлично. Отлично, отлично, поехали. Сегодняшняя тема, которую я анонсировал, это плюсы и минусы высокого роста в силовых видах спорта. Влияние роста спортсмена на результат и технику выполнения упражнений. Сразу хочу спросить, интересно ли эта тема? Напоминаю, есть востоятельный знак, интересно, ну и минусы с ней интересны. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Это минус или нижний прочерк? Все, отлично. Потому что на самом деле, на самом деле множество споров идет по этому поводу. Все все время там, да, высокому всегда тяжелее, низкому легче, там, амплитуда, амплитуда, тут кроме слова амплитуда, напоминаю все время, всегда говорю в интервью, как будто люди больше ничего и не знают. Вот, и так мы, получается, рассмотрим, с точки зрения анатомии механики, то есть, исключая амплитуду, на самом деле, что же у нас происходит в случае высокого роста, в случае низкого роста, вот, и кому же у нас, кому как будет, кому легче, кому тяжелее, кому одинаково. И как всегда мы начнем с анатомии и физиологии. если говорить более подробно, вот, то у нас мышечное волокно, да, которое у нас, мышечная клетка, это миофибрила, которая сокращается, она состоит у нас из актиновых и миозиновых нитей. Итак, чтобы мышечная сокращалась, то есть, у нас вот, допустим, одна рука это актиновые нити, вторая рука это миозиновые, то есть, они у нас скользят за счет синапсов, актиномиозиновых синапсов, то есть, они цепляются друг за друга и начинают, то есть, таким образом происходит сокращение и увеличение заодно мышечного объема. Вот, всем примерно понятно, как происходит сокращение? То есть, чем больше синапсов актиномиозиновых, тем, ага, никому не легче. Окей. Итак, чем больше синапсов, вот, то есть, тем эффективнее сокращение мышцы. Вот, то есть, поэтому и получается, чем мышца длиннее, тем синапсов больше, тем амплитуда сокращения больше, тем мышца сильнее. То есть, ей сложнее достигнуть состояния перерастяжения, состояние пересокращения также. То есть, почему у нас перерастяжение, получается, мышцы работают неэффективно потому что она не может зацепиться вот то есть не буду говорить научным термином просто так вот на пальцах поэтому говорю может быть для кого-то для значит человек это тупо но для обычного человека это будет понятно то есть состояние перерастяжения зацепиться актив за миозин не может то есть эффективно и поэтому сокращаться мышцы тяжело то есть пересокращение наоборот то есть уже запаса нет вот то есть уже нечего создавать соединение синапсы то есть также мышца уже не сокращается то есть мы уперлись поэтому чем мышца длиннее то есть нити длиннее тем больше нас запаса хода идет вот соответственно чем мышца длиннее тем она сильнее также соответственно не только длина мышцы влияет на силу сокращения но и поперечное сечение мышцы то есть в том толщине. Опять же, поперечное сечение мышцы. Вот. Она может быть, например, почему бодибилдеры, ну, большинство бодибилдеров слабее, чем пауэрлифтер. То есть, например, если брать бодибилдера и пауэрлифтера с одинаковым мышечным объемом, то, соответственно, конечно же, пауэрлифтер будет сильнее, чем бодибилдер. Объясняю, почему. Потому что мышечная гипертрофия бывает двух типов. Это саркоплазматическая и миофибриллярная. То есть, миофибрила, как я говорил, это мышечная клетка, да? Вот. То есть, она поперечнее растет. То есть, это рост получается утолщение миофибрилла в поперечине. Это миофибриллярная гипертрофия. Есть также саркоплазма. Скажем так, жидкость между волокнами. То есть, есть саркоплазматическая гипертрофия. Это просто, скажем так, увеличение жидкости внутри фасции мышечной. Это тоже вам, чтобы было понятно. Объясняю это не научным термином. Просто, чтобы вам было максимально понятно. Вот. Поэтому с жидкостью мы же не будем. Получается, жидкость у нас не сокращается. Сокращается миофибрилла. Вот. Поэтому миофибриллярная гипертрофия, она как раз напрямую влияет на силу. То есть, поэтому поперечина мышцы также влияет. Чем больше поперечное сечение мышцы, тем она тоже сильнее. Итак. И так же можно сказать то, что у длинной мышцы, то есть, у высокого человека, да, например, мышечный объем, то есть, поперечину. То есть, взять, например, по пропорциям, например, меня, да, и Кирилла Сарычева. То есть, у него там два метра роста, у меня метр семьдесят семь. То есть, ну вот, если я бы весил, например, в районе сто пятнадцати, то по пропорциям где-то мы с ним были бы похожи. Но поперечная мышца у него, соответственно, будет больше. Потому что у него и мышцы длиннее. То есть, возьмем просто пропорцию. То есть, получается, что опять же у него он находится в преимуществе. Итак. Еще раз вернемся к выводу. Что нам нужно усвоить, что чем длиннее мышца, тем она сильнее. И чем она толще, опять же, в поперечном сечении, тем она так же сильнее. Всем пока все понятно. Никто у нас не подтупливает, меня слышно видно. Пока интересно. Все, отлично. Потому что на данном этапе очень важно понять суть всего. Теперь разберем механику движения. Для этого мы применим мой, опять же, любимый конструктор. из прошлого вебинара. То есть, мне было жалко разбирать тот макет. Я собрал новый. Вот. Это у меня профиль человека. будет, то есть, масштабно уменьшенная копия какого-либо спортсмена, например. То есть, мы берем, например, человека. Вот. Итак. Всем видно? Я сейчас сделаю, специально поставлю белый картон, чтобы было лучше видно. так. Стоп. Чуть-чуть направлю, то есть, у меня будет видно лицо плохо, но само изображение. Так. Видно? Точки красные. Это суставы, плечевой сустав, тазобедренный сустав, коленный сустав, голеностопный сустав. Видно? Видно, да? Отлично. Итак, нам нужно разобрать механику движения. Вот. То есть, а именно углы. Оптимальные углы. То есть, мы на них всегда обращаем внимание. То есть, насколько выгодно стартовое положение у спортсмена. Вот, например, тяга, да? Тяга классическая. То есть, стартовое положение такое, да, может быть. Может быть, спина сильно завалена, сложена. Вот, ну, тоже тяга с ямой получается. Вот. То же самое, например, в приседе, да? То есть, углы возникающие. То есть, данный тип такой больше тяговой антропометрии. Длинные руки, длинные ноги, курочный корпус. Вот. Поэтому нас интересуют углы, амплитуда в коленном суставе, в тазобедренном суставе. Вот. Если мы говорим о тяге и приседе. Вот. Именно это мы и называем углами. То есть, оптимальные вот так. Стоп. Так, еще раз напоминаю, что такое понятие углы. То есть, оптимальные углы. Оптимальные углы. То есть, скажем так, сумма углов в рабочих суставах. То есть, в тяге и приседе это тазобедренный сустав и коленный сустав. Вот. То есть, чем меньше у вас получится значение, тем получаются углы более оптимальные. Так, примерно, да, все видно. С конструктором. То есть, я могу его сейчас убрать. В принципе. Итак. Так, теперь внимание, вопрос. Внимание, вопрос. Данный макет сделан со спортсмена какого роста? Кто ответит? Те, кто пишут не любого, а конкретно роста, почему вы так думаете? Так, теперь внимание, правильный ответ. Внимание, правильный ответ, что это любого человека. То есть, данным типом антропометрии может обладать любой человек. Будь то ростом метр, будь то ростом два метра, три метра, неважно. Вот. То есть, я... То есть, почему мы разобрали оптимальные углы? То есть, углы в суставах, например, если ты приседаешь, да, то есть, тебе нужно сесть до точки доседа, то есть, на этом макете мы это показали. То есть, что получается, при данной антропометрии, что человеку с ростом метр, что человеку с ростом два метра, амплитуда в суставах будет одноэтажно, уровня доседа. То есть, получается, по окружности, то есть, по радиусу. То есть, например, получается, пройдет путь, там, например, 120 градусов в коленном суставе, в тазобедренном, например, там, 100 градусов. Вот. И тут, как бы, и неважно, получается, метр ты или два метра. То есть, амплитуда одинаковая. До этого мы разобрали вопрос, касающийся мышц, то есть, длины. есть, например, человек с ростом два метра, да, например, сравнение с человеком с ростом в один метр, то у него еще, например, поперечно, да, например, опять же. То есть, получается, его масса и рост прям пропорциональны соотношению. Вот. То, ну, путь штанги больше, и что? Сейчас, погодите. К этому вопросу мы придем. То в приседе, получается, ему то есть, получается, решающий фактор это амплитуда в суставах. Именно сколько вращения она даст. То есть, получается, мышца длиннее, она сильнее. То есть, по сути дела, получается такая ерунда, что человеку, который ниже, ему, например, в том же приседе или в жиме, работать будет нифига не легче. Только лишь в одном нюансе, то, что низкий человек может взять штангу шире. Но, опять, люди написали, что любого роста, потому что это также можно спортсмена, любого спортсмена, то есть, с данной типа тропометрии, получается, назвать уменьшенной копией. Но при этом у человека высокого у него и поперечина будет больше мышечная. То есть, он может добиться больше поперечины, чем человек низкого роста. У него мышца сама по себе длиннее, она сильнее. То есть, всегда более высокий человек, обладающий до хорошей мышечной массы, у него всегда будет преимущество перед низким человеком. Опять же, в той же тяге, хват, пальцы длиннее. Тут даже по поводу примера, даже далеко ходить, в принципе, это и не надо. То есть, можно взять, к примеру, стронгов. То есть, найдите чемпионов стронгов, например, там, с ростом метр семьдесят. Да хрен там. Эдди Холтон, метр девяносто. Хафтер Бьернсон за два метра. Брайан Шоу тоже за два метра. Тут, как бы, все объяснимо и на практике, на самом деле. Поэтому, те, кто начинают себя оправдывать, что, типа, я вот высокий, у меня там амплитуда, больше штанги. Амплитуда штанги, то есть, прохождение снаряда, она никому нафиг, сейчас перезагружу туда этот браунде. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Давайте, давайте, давайте. Отвечаем обязательно, потому что, пока не соберу, вот, отлично, достаточное количество ответов, мы не продолжим. Все, отлично, отлично. Итак, еще раз, да, к выводу. То есть, решающий фактор это амплитуда вращения суставов. То есть, мышца длиннее, человечества над человеком, который ниже. И наоборот, человек, которому ниже, ему, блин, и слава богу, что у него есть такое понятие, как амплитуда. Это единственная, именно амплитуда прохождения снаряда. Это единственная, скажем так, выгодная для него ситуация, которая вообще у него есть, потому что в основном он реально проигрывает. Опять пропал. Что такое? Еще раз, пожалуйста, видно меня, не видно. Все, поехали дальше. Вот, поэтому, поэтому так. И снова, вывод, спортсмена, обладающего более высоким ростом, гораздо больше преимуществ, чем у низкого спортсмена. Итак, на все вопросы напоминаю, что вопросы, все свои пишем, вопросы сверху. Здесь я не могу сразу отвечать на вопросы. Так, едем дальше. Всем понятно данная тема? Очень важно знать. Почему, что, да, как. Отлично, отлично. поверьте, для меня это ваша, ваша похвала, для меня это самая лучшая награда, скажем так, потому что мне очень важно, чтобы люди знали, особенно такие нюансы, как этот. итак, дальше у нас Стас будет... Я отключаю? Сейчас мы ждем, Стас он подключится, и он расскажет свою тему. Еще раз, добрый день, друзья, скажи, подключится, я свое изображение уберу, чтобы у нас все не подвисало. Стаса, видно, да, уже? Отлично, тогда давайте я начну. Итак, скажу про себя, когда я пришел в спортивный зал моей сборной, при сборной я начал тренироваться, рядом с спортсменами, естественно, сборной меня не было, так как я весил 65, мой жим штанги первый был, наверное, чуть больше 50 килограмм, и я начинал делать упражнения на мышцы пресса, и тут некоторые там как-то мне говорили, да что же ты делаешь, свои ресурсы тратишь на пресс, зачем тебе кубики, ты что, билдер? А некоторые говорили, наоборот, нужно и заявляли о том, что он помогает им в приседаниях и в тяге, когда это так давайте же разберемся, какое пропадает постоянно видео, пропадает видео, сделал только звук, хорошо, все ли меня услышали, загрузился ли я, жду плюсиков, минусы, плюс, значит, звук появился, отлично, и действительно, некоторые считают, тренировка мышцы, тренировки мышц, но только, билетных, рельефных кубиков, а пауэрлифтеру нет смысла их тренировать, итак, идем дальше, разбираемся, по ситуации, из чего же состоят мышцы живота, прямая мышца живота, разделенная сухожилиями, та, как раз, которые мы видим, и так который образует кубики танислав лагает у всех в пинку меня вроде падает звук прерывает у всех давайте попробую продолжить если будет совсем невыносимо тогда тогда буду делиться матери для собственного изучения и так прямая мышца дальше идет наружная косая мышца живота внутренняя косая мышца живота и самая внутренняя поперечная мышца живота и идем по порядку прямая мышца живота подгружается слайд образует рельефность пресс как я уже говорил она начинается от передней поверхности реберных вещей от нечевидного отродка грудиным и направляется вниз прикрепляется крепким сухожилием хлопковой кости что нам важно основная функция скручивания туловища в поясничном отделе позвоночника прошу запоминайте основные функции мышц которые мы сейчас будем перечислять запомнили записали кому интересно двигаемся дальше наружная косая мышца живота место крепления увидеть на слайде основная функция наружной косой мышцы живота сгибание позвоночника в поясничном отделе латеральное сгибание поворот баня влево и поворот вправо контролирует поднимание таза сзади вместе с прямой мышцы живота тая мышца живота ее крепление опять же вы можете увидеть на слайде тишина у всех тишина или у всех слышно давайте у кого слышно поставьте плюсики а у кого тишина поставьте минусы а у кого тишина поставьте минусы отлично и Стас пытается подключиться обратно. Да, я вылетал, и вроде подключился Юра. Не мучный интернет. Да, я договорю. Итак, как мы можем поступить со Стасом? Верни меня. Казнить нельзя помиловать. Так. Итак, Стас, в любом случае, в качестве чек-листа предоставит данную тему. Вот, и мы ее отправим. Тогда сделаем рассылку, да? В данном случае, да. То есть мы сделаем рассылку по электронным почтам в качестве чек-листа и слайдов для самоизучения. Вот. А сэкономленное время мы тогда больше потратим на ответы на вопросы. Если кому нравится данная идея, пишем плюсики. Если очень нравится, то больше плюсиков. Да, понимаю, что это отлично. Отлично, 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 отлично. Так. Друзья, тогда больше не буду мучить ваш интернет. Без меня связь идет лучше. Сейчас мы получим презентацию. Да, все получат презентацию с полным пояснением, со всем текстом себе на почту. Но только те... Так, у меня все видно, слышно еще раз, да, например, до конца. Представим, чтобы все было. Отлично. Олег, разоштем всем, кто досмотрит до конца. Итак, бывают уникальные результаты, а бывают и нет. От чего же это зависит? Зависит, помимо того, что от генетики, бывают реально хорошие результаты у человека. Выдающие отличной генетикой, как когда-то было у меня, например, да. То есть тренировался как мудак. Вот. А в генетике у меня было там... То есть сил там прям это... Сила, да, велась через край, скажем так. Вот. Но при этом, то есть на уровне МСМК, то есть чуть-чуть не добирая, я поднимал. То есть по нормативам ФПР. Вот. А стали они уникальны лишь тогда, напомню, когда в 2011 году перешел к другому тренеру заниматься, который меня всему научил. Знания, которые я применяю до сих пор. Конечно же, я там уже отошел значительно от тех тренировок, которые были тогда. Вот. По неким причинам. Вот. Все это потом вы узнаете. Почему так? То есть исключил кучу подсобок, потому что моя техника стала уже совершенной быть вообще. Ну, то есть это горит неправильно. Вот. Скажем так, приемлемой. Чуть более, чем приемлемой. Вот. И мне нужно было нарабатывать технику. То есть за счет именно основной базы. И нарабатывать, то есть силу за счет именно объемов. То есть я ушел от подсобки и стал делать больше объемов. Вот. Это лично как у меня все получилось. Вот. Поэтому, чтобы результаты были уникальными, а не просто были, то есть не нужно надеяться только на свою технику, на фарму и тому подобное. Нужно тренироваться грамотно, нужно тренироваться с умом. Подходить к этому реально с головой. Вот. Поэтому внимательно слушаем и запоминаем. И, конечно же, опять же, напоминаю, что любую информацию нужно правильно переваривать и применять. Так. Кто пишет, что я пропал? Опровергните, пожалуйста. Я же на связи, все нормально, меня видно, слышно. О, отлично. Итак. Наши преимущества. Наши преимущества как трениров. Вот. И то есть то, что касается онлайн, да. То есть мы не стремимся вас тренировать. Мы стремимся вас обучить. Вот. Это самое важное. Этого не делает никто. То есть многие тренера, например, им даже выгодно, если их клиенты будут, ну скажем так, глупенькими. Вот. Они умными. Поэтому мы же наоборот. Мы хотим вас делать самостоятельными, умными и сильными. Поэтому, хотя бы только лишь этим, наш подход отличается от других. То есть мы, опять же, напоминаю, мы не ведем онлайн тренировки. Мы ведем онлайн обучение. Мы делаем вас умнее. Значит, делаем сильнее. Вспоминаем название нашего курса и название серии наших вебинаров. И также, что же делать новичку? Новичку нужно делать что? То, что ты новичок, у тебя большое преимущество. Потому что ты, то есть чистый лист. Нужно сразу же делать все грамотно, чтобы в дальнейшем ты избежал всех травм. То есть не повторял наших ошибок. Поэтому, если ты новичок, то тебе повезло. Потому что этого результата будет сначала расти очень активно. И ты, если все будешь делать правильно, то если не полностью избежишь травм, то самых неприятных травм ты изберешь уж точно. Потому что травмы можно собирать и, поверьте, просто поскользнулся на улице и все. В принципе, вот тебе и травма. Не обязательно получать травму в каком-то тренировочном процессе. Запросто. В быту это все происходит. Кто-то пишет, что я постоянно пропадаю. Я жду от вас ответа. То есть так ли это или нет? Отлично. Нет, все отлично. Если я пропадаю, напоминаю, перезагружаем браузер. Итак, зачем мы вас хотим научить, я уже сказал еще раз. То есть наша цель, лично моя цель, чтобы вы меня перестали заваливать вопросами. Я не могу всем ответить индивидуально. И не то, что не могу. Когда я уставший, я не хочу это делать. У меня куча головняков, куча всяких, скажем так, проблем. Ну, проблем в кавычках, потому что, как говорится, у кого-то каждого проблемы свои, у кого-то хлеб черствый, у кого-то бриллианты мелкие. То есть мои проблемы, это, конечно же, по сравнению с чьими-то нифига не проблемы, но тем не менее это сказывается на моем настроении, на моей трудоспособности. Вот, поэтому мы делаем, то есть базовый онлайн-курс, с помощью которого нам будет проще, вам будет проще обучиться, а нам обучить вас быть самостоятельными. И за счет этого, соответственно, прогрессирует за счет знаний, которые мы вам дадим. Так, соответственно, да, наша информация, то есть цель наша, это сделать информацию более правильной, не более правильной, то есть у нас максимально правильной, может быть неполной, но мы вам будем додавать все, что абсолютно, все, что знаем мы, то есть ничего мы от вас не утаим, никаких секретов держать от вас не будем. Все свои секреты, фишки, все будут выдаваться и объясняться, почему так, не просто потому что я так делаю и у меня работает, а все научно будет обосновано. Итак, что вам выбрать, тренажерный зал или онлайн-обучение, конечно же, это немного глупый вопрос, но он, сейчас объясню, каким образом встает. То есть, понятное дело, что без тренажерного зала нам тренироваться просто-напросто негде, нам без него не обойтись, но здесь идет о персональных тренировках. Кто-то занимается у тренера, то есть кто-то привязан конкретно к тренажерному залу, потому что тренер работает именно там. Например, как ко мне ездят люди со всей Москвы, там кто-то ездит, бывает, из Беларуси даже, например, из Тольятти, еще откуда-то, чтобы потренироваться. И такие же ситуации возникают у людей, только, соответственно, в одном городе живут, ну, например, после работы, например, живет он на юге, а нужно ехать на север. Вот. В данной ситуации, например, если бы человек, то есть, обладал бы должным опытом и знаниями, то есть, он мог бы заниматься самостоятельно, то есть, отслеживать свои, все, то есть, косяки и тому подобное, исправлять их. Еще раз напоминаю, повторюсь, то есть, быть самостоятельным и автономным, то есть, он бы мог бы тренироваться в том зале, то есть, к которому ему выгонит тренироваться, то есть, он может быть дешевле, может быть комфортнее для него, ближе, в конце концов, к дому, к работе. Вот. То есть, мы экономим время, экономим деньги. Вот. Поэтому, а тренироваться онлайн, это, как я всегда говорю, фигня. Потому что лишь, потому что онлайн, что, это план, который ты делаешь, там, скинул видео, тебе там, посмотреть, сказать, ну, да, да, хорошо, нет, нет, там, плохо. Если реально полноценно, то есть, и ответственно относиться к онлайн-тренировкам, то есть, к подходу ведения онлайн-тренировок, то это будет занимать кучу реально времени, это будет очень трудоемко, и энергозатратно, и реально ты повесишься и зашьешься на самом деле. Вот. Поэтому, как правило, онлайн, если там у тебя человек 100 тренируется, ну, я примерно представляю, как это на потоке происходит. Вот. То есть, мягко говоря, фигня. Поэтому это самая оптимальная модель для получения знаний. Так, как еще раз напомню, напомню то, что вести онлайн-тренинг – это неудобно, и трудоемко, скажем так, неэффективно, то есть, эффективность для вас, то есть, это будет большим геморроем для нас. Вот. Поэтому самое оптимальное – это просто нам, вас обучать, то есть, давать вам знания. Так. Какая же у нас формула успеха, то есть, какие немаловажные факторы, даже немаловажные, а важнейшие факторы нужно учитывать? Цель, а именно мотивация, то есть, без цели и мотивации мы не будем никуда двигаться, то есть, мы должны знать не только цель, но и время достижения этой цели. То есть, я хочу стать, там, мастером спорта через полгода, либо через год. Но через полгода не при том, что новичок, например, конечно же, а, например, ты выполняешь уровень КМС. Вот. То есть, цели должны быть, конечно же, реалистичными, но по себе могу сказать то, что иногда лучше ставить космические цели. Вот. Потому что, потому что это мы затронем из курса уже мотивация, почему лучше делать так. Так. Далее. Тренировки. Именно трудоемкость. То есть, тренировки тренировками, а пахать нужно полноценно. То есть, пахать это не значит там поставить максимальный вес, либо пытаться там набосраться, но и сделать. То есть, пахать нужно тоже грамотно. Где-то пахать, то есть, скажем так, не допахивать, то есть, работать в среднем режиме, где-то в интенсивном режиме. То есть, это грамотно построен тренировочный процесс. Генетика. Генетика – это немаловажный факт, это очень важный факт, потому что, опять же, вернемся к тому же, да, к теме роста, длины мышц и тому подобное. И, кстати, по поводу генетики, это будет следующая тема, которую я разберу на вебинаре «Воскресенье», который, еще раз напоминаю, пройдет в 19 часов 15 минут, 21 число «Воскресенье» у нас будет. Далее – питание. Питание – это, не скажу, что суперважный, получается, суперважный факт, но просто для меня по себе сравню, потому что, в принципе, по сей день я как-то особо забиваю на этот нюанс. Ну, поверьте, то есть на своих учениках у меня такого не происходит. Я за питанием своих учеников стараюсь следить. Вот, как говорится, сапожник без сапог. Вот, поэтому влияние питания на результаты, поверьте, то есть я знаю, как оно работает все-таки. То есть и какой прогресс именно само питание оказывает, конкретно в пауэрлифтинге. То есть в бодибилдинге, понятное дело, что питание – это самое важное, что есть. Вот, и в пауэрлифтинге не менее важно, потому что тоже отдельно питание ему… А, вот, кстати, в прошлый раз что-то около питания Стас посвящал, то есть то, что жиры и углеводы нужно употреблять с целью силового возраста. То есть если жиров не будет, то вся гормоналка у нас полетит, и никакого прогресса у нас не будет с целью гормонального… Ну, и по причине гормонального нарушения. И восстановление, то есть это сон, конечно же, просто отдых элементарный, досуг и тому подобное, активный отдых, пассивный отдых, неважно. То есть ты должен отдыхать эфирически и также головой. И в совокупности от всего этого мы получаем результат. То есть результат будет зависеть, то есть плюс-минус от того, как ко всему мы подходим. Вот. Чем больше мы уделяем, если мы уделяем всему внимание, то результат у нас будет максимальный. Где-то меньше. То есть, ну, тут, в принципе, элементарная математика. Рассказывать мне тут вам, в принципе, этого не нужно. Необязательно. Итак, кто загорелся идеей, пишем в чат. Кому интересно. Кому интересно наше обучение. Кто хочет быть умным. Кто хочет не просто обладать знаниями, но и в дальнейшем сам делиться знанием со своими учениками. Может кто-то после этого захочет стать тренером, поймешь, что, блин, а тренер-то это реально мое призвание. То есть я, например, по образованию архитектор и дизайнер. Вот. А работаю тренером. В конце концов. Так, отлично. Завис. Так, ребят, я же на связи. Все же нормально, все хорошо. Итак. Самое главное, это наши цели. Как у меня было построено в таблице, то есть формула успеха цели у нас была на первом месте. Цели стимулируют нашу мотивацию. Помните это. То есть без цели мы никуда. Это логичный вопрос. То есть почему все еще не знают этого, если есть много бесплатной информации? То есть чему это? То есть зачем человеку наши знания, если в интернете есть все? Википедия, спортсмены. Таким тоном, точнее словом. Вот. Так, я пропал, да? Меня слышно, видно? Или мне нужно перезагрузить? Или мне нужно... Так, видно. Блин, а что ж тут другие влетают? Надо перезагружать. Так, отлично. Так, еще раз. Коротко. В интернете куча всякого хлама. То есть все об этом знают. Фильтровать этот хлам нужно уметь. То есть, если ты, например, ищешь, например, ты ничего не знаешь об анатомии, но ищешь информацию об анатомии. То есть как ты можешь узнать, ну, знать, то есть правильно она или нет, если ты ничего не знаешь о ней. Вот. Поэтому всю информацию, опять же, как я говорил еще изначально, то есть всю информацию еще нужно уметь применять. То есть, как, например, знание биомеханики применить, например, на пауэрлифтинге, или, например, знание биомеханики, физиологии, анатомии. То есть, все вместе применить таким образом, чтобы построить сограмотную технику. Пока что этим вопросом, ну, реально заморочился только я. То есть, без хвостовства это говорю, но это так получилось. Случайно или специально, не знаю, но пока что это так. Вот. Поэтому в этой информации, например, есть куча всяких подводных камней, которые нам приходилось разгребать, соответственно, фильтровать информацию. Вот. Вот. Куча обучения и семинаров, вроде, мы также заплечаем. Куча информации просто перелопачена в учебниках. Вот. Поэтому обойтись без тренера, то есть, без человека, знающего, скажем так, все, невозможно. Но что мешает стать тренером вам? Опять же. То есть, всю информацию мы вам выдаем. Напишите, пожалуйста, две главные проблемы, которые мешают вам в достижении ваших целей. То есть, что вам мешает? Или что, как вы, или вы думаете, что это вам реально мешает? То есть, у кого-то там семья, дети, нет времени, у кого-то там куча работы или еще что-то. Вот кто-то пишет, я студент бедный. Вот, блин, поверьте, я начинал сам, как бы был студентом и школьником, и все эти, все это бедное время сам застал. Вот. То есть, я учился на архитектуре. Учеба занимала столько времени, что первое время я вообще работать никак не мог. То есть, это было нереально. То есть, выбить время для работы. Вот. Соответственно, жил за счет, за мамин счет. То есть, мне как бы не стрёмно это сказать. И маме всегда за все спасибо. Вот. И тем не менее, как бы, ну, я тренировался. Вот. То есть, находил время тренироваться, приходил поздно вечером. Вот. Сразу после учебы шел на тренировку, поздно вечером с зала возвращался, занимался учебой, мало спал, но тем не менее, то есть, при желании всегда можно найти. Если тебе это тем более очень надо, то есть, если у тебя есть цель, у тебя есть мотивация и куча желания, у некоторых людей есть желание за десятерых, и это люди, у которых есть желание за десятерых, те как раз и не напишут, что у них есть проблемы. Вот. Вот. Да, она перепишет. Я тренирую с 21 до 23-х. У меня есть друзья из Сургута. Вот. Евгений Васюков, Сергей Машинцов. Получается, сборные. Сборная России, ФПР. Кто-то помнит. И Женя у нас чемпион мира. ФПР, то есть, IPF и заслуженный мастер спорта, то есть, они получаются, то есть, как бы речь идет не о регалиях, то, что они после работы поздно возвращаются и идут в зал, тренируются, сборники, то есть, не просто там какие-то рядовые спортсмены, разрядники, это реально, то есть, сборники. Люди, показывающие высшие результаты. Они поздно приходят в зал, там, в 9-10 часов и уходят туда после 12. После 12, Карла, то есть, представляете, да, то есть, люди, насколько энтузиасты своего дела, вот, то, что им не жалко ни времени, ничего, то есть, они поздно возвращаются домой. Вот, поэтому работа и все тому подобное, это все, это все мелочи. То есть, из каждого положения можно выйти. Нет безвыходных ситуаций, скажем так. И столько там у тебя нет, и рук минув, соответственно, как у меня друг говорит, руки есть, ноги есть, но что-то напинуешь тогда. Вот, есть две категории людей, конечно же. Речь идет о тех людей, которые сейчас смотрят меня, то есть, смотрят наш вебинар. Это те, кто пришел, просто провести время, посмотреть, поржать, вот, как говорится, что-то там узнать для себя. Если там что-то там будет неинтересно, то отключиться. И те, кто пришел за результатом, вот, то есть, получить знания, куча знаний, скажем так, вот, с целью повышения своих результатов. Поэтому мне нужно знать, поэтому у меня есть к вам большая просьба, скажите мне, а точнее, останетесь только те, кто пришел сюда за результатом. То есть, кто готов получать знания, а не просто сидеть и смотреть, и ковыряться у носу, скажем так. Ставим плюсики. Вообще любую активность. Создаем. Отлично, отлично. Итак, пока пишем. Я даю вам две минуты, даю себе две минуты, скажем так, на кофе-брейк. Кому-то перекусить, кому-то в туалет, кому-то водички попить. Вот, две минуты, и мы встречаемся и продолжаем. Ну, если вы не против, я тоже пока перекушу тортика. Быстрые углеводы активируют работу головного мозга. Спасибо. Соответственно, я уберу микрофон, чтобы вам под ухо не чапкать. Спасибо. 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 напиши что зато что медовый так возвращаемся итак я снова на связи всем еще раз спасибо кто пожелал мне приятного аппетита все кто кто-то еще возможно есть и вам приятного аппетита осенью обучение это что за обучение даже не знаю так ладно едем дальше все остались те кто готовы идти с нами за результатом отлично опять же останется только те кто давно хотел стать умным спортсменом и мечтал получать действительно ценный полезный контент опять же напоминаю про бонусы бонусы у нас будет после эфира в конце эфира то есть у нас основной бонус ответ на вопросы которые мы пишем напоминаем напоминаю что графу вопросы вот и также бонусы будут в течение двух дней разосланы вам по почте при условии при условии что вы соответственно достите до конца вебинара то есть это главное правило вспоминаю в самом начале вебинара вебинара я об этом говорил так также у нас есть группа вконтакте и фейсбуке группа вконтакте у нас называется онлайн школа стромбо стром итак вот у него ссылки вот вы можете быстренько сфоткать если что вот добавляйтесь группы мы будем стараться поддерживать там максимальную активность максимально возможную вот какие-нибудь ролики нарезки с вебинаров возможно интересные какие-нибудь именно ситуации из вебинара вот далее ну вот внизу чата не видит никто так онлайн школа называется она у нас то есть название школы стромбо стром название курса умный пауэрлифтинг от 0 до 400 от 0 до 400 каждый может интерпретировать по-разному конечно же от 0 это чистый лист 400 у кого-то 50 тягу у кого-то килограмм у кого-то фунт у кого-то еще что-то а у кого-то скажем так знание по шкале по четырехсот значной шкале так подложительность курса нашего обучающего от одного месяца до полутора месяцев далее объясню в чем разница то есть где месяц где полтора что же входит в наш курс это 3 вводных онлайн урока до начала основных модулей 8 онлайн модулей интенсива то есть это присед и все что к нему относится тяга все что к нему относится жизнь все что к нему относится что к нему относится тоже так же объясняю это техника то есть общие понятия то есть как вплоть до того то есть как судится данное движение потому что многие даже не знают как получается судится до сет при себе вот чтобы даже этих моментов исключить как подсобка строится где она применима где не применима то есть как включать эту подсобку в тренировочный процесс то есть это образно то что входит в модуль и далее выполнение домашних заданий ежедневно это обязательный факт то есть выполнение домашних это например как в школе или как в университете то есть есть двоечники есть отличники то есть всем выдается одним учителем знания всем выдается одни и те же знания но кто-то балбес а кто-то умный вот поэтому нужно очень важно подходить то есть соответственностью выполнения домашних заданий потому что от них будет зависеть то как вы будете усваивать эту информацию и правильно вы ее усваиваете потому что мы ее будем проверять то есть им направлять вас на путь истинно итак далее эксклюзивный доступ закрытых сообществ в менеджерах и закрытых группах это тоже очень важный факт ну вот потому что в этой группе вы будете задавать все ваши накопившиеся вопросы то есть по мере возможности вам будут на них отвечать отвечать могут то есть как вот например как в школе например кто-то понял кто-то не понял и ты там подходит и говоришь блин помоги мне пожалуйста там с тем-то и он тебе с удовольствием помогает вот или говорит типа там ну там за снегрис помогу там в зависимости от того какие цели преследуют вот поэтому чат это очень полезная вещь вот и очень необходимая вещь это доступ будет у тех людей кто кто будет с нами вот также дополнительные онлайн занятия в мини-группах три четыре человека то есть мини-группа почему три четыре человека потому что больше человек это будет потеря качества вот поэтому три-четыре человека опять же чтобы не меньше чтобы иначе просто времени не хватит всех всех принять вот поэтому тот вот та вот идеальная, скажем так, просто, то есть, одинка на половинку, вот, поэтому три-четыре человека приходят, мы с ними работаем, курируем все аспекты, нюансы, то есть, разбираем технику и тому подобное, то есть, все, что накопится у людей, то есть, все, все вопросы, все мы их разбираем, также с онлайн-ответами на вопросы. Также ведение кураторам и проверка домашних заданий, то, о чем я говорил, то есть, вы засылаете, с ведомашки мы, соответственно, смотрим на поля у нас на путь истинный, мастер-майн-сессии с куратором программы, вот, это также будет отдельная сессия для участников, вот, в формате вопрос-ответ, что-то для типа вебинара, вот, и сессии с экспертами, вот, с экспертами это могут быть даже приглашенные эксперты, вот, например, по травматологии и тому подобное. Итак, далее, тренинги и курсы отдельно, то есть, также у нас туда входят витаминные добавки, вот, это у нас аптечная фармакология, это аптечная фармакология, это сразу сейчас думается, ну, а сейчас нам там за тестик и все тому подобное расскажет, это, то есть, легальный препарат, то есть, что можно применять, какое-то спортивное питание, профилактика травм, вот, и, соответственно, профилактика и лечение, подготовка к соревнованиям, все, что касается экипировки, то есть, все нюансы и тому подобное, и то, что касается работы межсезонья. Итак, также дополнительный бонус у нас будет, это отдельный мастер-майнд или вебинар, называйте, как вы хотите, это психология и мотивация, это очень важный курс, который я бы посоветовал пройти всем, им, потому что очень часто слышу такой вопрос, блин, вот, как подготовиться на, ну, для себя вес, то есть, то есть, как выйти, я вот, например, не готов, как настроиться и тому подобное, то есть, блин, чтобы вот исключить таких всяких вопросов, потому что это, ну, то есть, как выходить на вес, если ты, например, боишься в нем неуверен, как я всегда говорю, неуверен, сиди дома, то есть, чтобы таких ситуаций миновать, нужно обязательно посещать данную сессию. Данная сессия будет только лишь в формате нашего обучающего курса. Так, живые групповые тренировки с экспертами. То, что было упомянуто ранее, личная консультация экспертов. То есть личная консультация может быть онлайн, соответственно, если будет живая тренировка, консультация будет и там, и также онлайн, то есть отдельная опция будет, вот, особенно для тех людей, которые, например, не все же смогут приехать и проконсультироваться. То есть кто-то вообще из других стран, кто-то из других регионов и городов. Вот поэтому личная консультация экспертов необходима. Также программа подготовки к соревнованиям с травмами. То есть тут все понятно. Скажем так, индивидуальная разработка схемы питания от экспертов. Тоже в качестве бонуса. Вот, то есть у нас по питанию у нас это Станислав, то есть это его стезя больше. Вот, поэтому составит, расскажет без проблем. Участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. То есть бывают соревнования, которые мы организовываем, вот, в рамках, например, там, там, например, любого праздника, например, 1 мая, 9 мая, День города и тому подобное. Пригласим, поучаствуем, поможем, то есть выведем и, соответственно, конечно, сбежим без стартового взноса. То есть с наших учеников, скажем так, мы деньги не берем, стартовый взнос и так далее. Что же входит в наш курс? Бонусы от создателей курса. Выдача сертификата, прохождение курса. Но напоминаю, что так же, как и в любом учебном заведении, если ты обучался, получал знания, но по домашним заданиям, то у нас будет, скажем так, некоторые точки отчета, аттестации, мини-аттестации, если по аттестациям мы видим, что человек что-то не понимает, мягко говоря, то есть информацию не усваивает или не хочет, либо еще там каким-то причинам это происходит, то выдачи сертификата, соответственно, не будет. То есть так же, как и в любом заведении. То есть ты дипломную работу не защитил, диплом не получил. То есть гос. не сдал, диплом не получил. Поэтому, нужно не просто, то есть, смотришь книгу, видишь фигу, просто смотреть и ты думаешь, что будешь узнать. Нужно реально как бы учиться что-то делать. То есть какие-то действия все равно применять. Так далее. В нашем курсе собрана максимально ценная информация. То, что я тоже ранее говорил. То есть мы ничего от вас не скрываем. То есть все секреты, все свои фишки, все они входят в наш онлайн-курс. То есть нам ничего не жалко. Мы за результат всегда. То есть знаниями нужно делиться обязательно. Что мы и делаем. так как меня слышно и видно, пожалуйста, чтобы я шел дальше. Отлично, отлично. Едем дальше. Итак, самый важный вопрос. Вопрос вечера. Кто готов, не зная цены, прямо сейчас забронировать себе место в онлайн-курсе. И идти с нами до результата. То есть идти до конца. напишите, готов. Не плюсик, а готов. Кто готов, и мы смотрим. Кто же готов. Кто-то пишет, что цены на сайте есть. Да, они и есть, но, как я говорил в самом начале, у нас будут скидки и немного другие условия для участников вебинара. Отлично, отлично, отлично. Я очень рад, что люди идут за знаниями. Знания – это сила, еще раз напоминаю. Раньше сам думал, то есть изначально, когда в спорт пришел, считал, что все решает генетика, то есть я сильный, я смогу, но что там 5 по 5 делаешь, или там 3 по 5, да и фиг с ним. Говорили мне, иди к тренеру, иди к тренеру, причем изначально к тому, то есть к кому я потом перешел. Я не пошел, потому что мне как бы было неудобно. Вот он и тренировал, не рядом, ну и как всегда, моя философия, то, что как бы тренер нифига не решает, скажем так, помешало мне идти дальше. И, блин, я потерял кучу реально времени. Кучу времени. То есть я мог бы уже показывать абсолютно другие результаты на сегодняшний день. Так, теперь хотелось бы рассказать, как проходит обучение. То есть видео и текстовые уроки. То есть мы записываем все видео, в котором все рассказываем, показываем максимально подробно, максимально раскрыто, максимально разжеванно, с целью максимального усвоения вами информации, чтобы никто не тупил, по-русски говоря, по-другому никак не сказать. Как я и говорил, то что эти уроки, они разделены на модули. То есть в каждом модуле есть свои подразделы. То есть присед, отдельно общие понятия, техника выполнения упражнения, подсобки, то есть и как включать, соответственно, их план, в зависимости от, то есть как циклирует, в зависимости от восстановления и тому подобное. Далее, выполнение домашних заданий. Без них мы дальше не идем. Повторяться не буду, почему, это я уже озвучивал. Проверка домашних заданий. Тоже объяснил, почему. Домашки – это все для вас. То есть если хотите получить сертификат, они обязательно нужны. Это раз. Во-вторых, нафиг обучаться. То есть, ну, как в универе тоже, полностью наше обучение все время будут сопоставлять с университетом или школой. То есть ты в универе, ты платишь бабки за обучение. Причем там бабки абсолютно вообще другие. Вот. Ты платишь деньги, посещаешь, где-то там прогуливаешь, забиваешь. Вот. А в итоге что? Ты ничего не получил. То есть, поэтому вот кто говорит, например, вернут ли нам деньги, типа, если мы ничего не достигнем. А вернули ли вам деньги, получается, те, кто там учредители университетов и тому подобного, за того, что вы там не сдали ГОС и не защитили там дипломную работу или вас вообще там учили после первого курса. То есть все напрямую зависит от вас. То есть как вы будете работать. То есть те знания, которые мы даем, они работают. То есть это проверено временем, проверено людьми, проверено мной, проверено учениками, людьми, которых я консультировал. Некоторые просто где-то там видели где-то видео, что-то у меня спросили, я им реально это помогло. Вот. Поэтому все напрямую зависит от вас. То, насколько вы спрогрессируете зависит от вас. То есть не нужно нам задавать вопрос, а спрогрессирую ли я там за 4 недели там на 15-20 килограмм там в приседе или в тяге. То есть типа пройдя ваш онлайн-курс. Мы тоже этого знать не можем абсолютно. Кто-то может и написать килограмм спрогрессируем. Кто-то может быть, ему придется вообще сделать большой шаг назад и начинать с ноля. И то есть он это раньше тянул там в 200, а он сейчас будет тянуть в 150, потому что ему нужно все перелопатить, всю технику с целью дальнейшего прогресса и с целью минимализации травм. Вот. Поэтому я сразу отвечаю, то есть чтобы именовать такие вопросы в дальнейшем. Итак, мастер-майн-сессии, о которых я тоже говорил. Вот. Онлайн-консультации. Они необходимы. Повторюсь. Живые тренировки с экспертами. Также повторюсь. Это не то, что необходимо, это это как бы очень приятный бонус, потому что живые тренировки, например, то есть для кого-то я кумиром являюсь. Вот. И у кого-то тоже есть там свои кумиры, например. Мне было бы, у меня как бы нет своих кумиров, но мне было бы, например, интересно бы и приятно и очень круто для меня бы потренироваться, например, с Эдом Коуном. Я его реально бесконечно уважаю и, блин, это было бы круто. Вот. Хотя бы только лишь поэтому живые тренировки они будут обладать то есть не то, что ценностью, а реально бесценностью. То есть бесценно в плане, в хорошем плане. Вот. И также это закрытое сообщество, в котором мы задаем все наши накопившиеся вопросы и на которые вам будут отвечать. Вот. Ну и, соответственно, также для общения. Вот. с коллегами и тому подобное. Итак, состав модулей. Как я уже тоже говорил, вкратце, теперь можно более подробно это обсудить. Это приседания, жим лежа, то есть у каждого модуля есть подкатегория, напоминаю. Жим лежа, становая тяга, стретчинг, то есть растяжка, питание, план тренировок, то есть построение тренировочных процессов, психологии и мотивации. Далее. Состав каждого модуля, это подкатегория, про которую я говорил, это общая информация, то есть где я и говорил, то есть общая информация, к примеру, там приседания, там база упражнений, многосуставное, там рабочие группы такие-то, для чего нужно, как, и вот тут как раз-таки вот здесь же будет входить этот нюанс, то есть как оцениваться на соревнованиях, там досет, техника выполнения, то есть, ну, обратное движение, там удобно, также подсобка и технические особенности и нюансы. Вот, то есть как включать это все тренировочный процесс, это будет в модуле именно тренировочный план, как называется. Так, формат обучения, учимся, внедряем, учимся, внедряем, соответственно. так, не слышно, видно, опять кто-то пишет, что я пропал. Все хорошо. Вот, то есть любую информацию нужно уметь внедрять. Вот, то есть информации много, но одна информация для кого-то, то есть, то есть, модуль по подсобкам, например, подсобок, например, 10, не нужно там, как в эссайде, все делают кучу подсобок и тому подобное, то есть для кого-то она применима, для кого-то не применима, то есть нужно грамотно ее внедрять эту информацию, то есть в данном случае подсобку. Вот, Поэтому учимся внедрять. Итак, состав пакетов. Интенсив старт у нас. Что в него входит? Это три вводных онлайн-урока на начало основных модулей. Восемь онлайн-модулей, о которых я уже заранее рассказал. Уполнение домашних заданий, эксклюзивный доступ в закрытое сообщество, программа, контрольные точки с видеоотчетами, о которых я также говорил. То есть это, скажем так, мини-аттестации, которые не только нужны нам для того, чтобы понять, насколько вы усваиваете курс, но и также нужны вам, чтобы понять, в каком направлении вам двигаться. Далее. Одна мастер-майн-сессия с куратором программы по формате вопрос-ответ. Одна сессия с приглашенными экспертами. Тренинги и курсы, то, что я там перечислял, это витамины и тому подобное. Перечислял. Выдача сертификата прохождения полного курса. То, что будет по окончанию. Напоминаю еще раз, то сертификат будет выдаваться только тем, кто реально усвоил всю информацию. Итак, пакет профи. Три вонных онлайн-курса. То есть тут нужно различать, что каждый пакет будет обладать дополнительным бонусом. То есть основные модули у нас остаются, выполнены домашние к этому подобное. То есть то же самое. Но также у нас есть бонусы, которые это вместо одного мастер-майда два и два мастер-класса. Мастер-майн как-то звучит. Это фишка Фильдебоберна, скажем так. С куратором программы в формате вопрос-ответ и два мастер-класса с приглашенным экспертом. Также еще будет в качестве бонуса. Это мастер-майн-сессия психологии и мотивации отдельно. Этому будет посвящен вебинар. Участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. То, о чем я говорил. То есть соревнования, как правило, у нас организуются в дню города каким-то праздником 1 мая, 9 мая. Например, живая групповая тренировка с экспертом. То есть там 3-4 человека. То, о чем я говорил. Доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса. Вот то, о чем я не говорил. То есть не только на время прохождения курса, но еще на 3 месяца после окончания. Это очень ценная опция. Выдача сертификата прохождения полного курса. И также по тому же принципу он выдается. То есть по результатам аттестаций. Наконец-то это наш самый продвинутый пакет. Это VIP. То есть основное все то же самое. 3 вводных онлайн урока до начала основных модулей. То есть 8 онлайн модулей. Домашки, эксклюзивный доступ. Дополнительные онлайн занятия. В мини-группах 3-4 человека с доверенным экспертом, аккуратным. С основными ответами на вопросы. Введение домашек и проверка. Теперь уже не 2-3 мастер-класса. В формате вопрос-ответ. 3 сессии с предложенными экспертами. Тренинг и курсы. И теперь бонусы самые важные. Эти бонусы это у нас... Это 3 тренировки с экспертами. Причем с каждым из экспертов. Вот. То есть 3 живых тренировки. Секундочку. Чуть-чуть презентация подвисла. Просим прощения. Вот. Все. Потом у вас уже провожать собрались раньше времени. И так. И теперь бонусы. То есть мастер-майн-сессия психологии мотивации. 3 живых тренировки, о которых я вам сейчас говорил. Индивидуальной разработки схемы питания от эксперта. То есть не по возможности она будет. Личная консультация эксперта по Skype. Не обязательно по Skype. Есть еще более продвинутые приложения, по которым можно проводить также много консультаций. И не только... То есть более удобные, информативные. Вот. Длительностью 30 минут. Также программа подготовки. Соревнованиям с травмами. Участие в соревнованиях и мероприятиях, проводимых экспертами. То есть нами. Доступ в закрытое сообщество на 3 месяца после окончания курса. И выдача сертификата прохождения полного курса. Данный пакет, он ограничен по количеству человек. Так же, как и профи. Что я забыл сказать. То есть в профи будет максимум 30 человек. Доступ VIP максимум 10. VIP обязательно после собеседования с человеком. Вот. Потому что в пакете VIP, то есть у нас максимально обратная связь идет. То есть постоянно консультации, постоянные... То есть то, что касается там тренировок живых. То есть мы все время на связи находимся с клиентом. И с клиентом, со спортсменом. Так. Если вы из другого города или другой страны. То есть те, кто не из Москвы и не из России. Все пишем в чат. Быстренько-быстренько. Да не плюсики, а кто откуда, если не из Москвы. Так, Украина, Минск, Гелоруссия. Так, отлично, отлично, отлично. Откуда только народ не собрался. Из Москвы-то вообще сколько народу-то здесь сейчас в чате сидит? А вот те, кто из Москвы, просто плюсики поставьте. Много ли вас? Нет никого, что ли, в ходе из Камы? Ну, область тоже считается, тоже плюсик. Ага, 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 ага. Итак, Сахалин, мой любимый Сахалин, родина. Итак, и так, и так, через две недели. Что же вы будете иметь через две недели после окончания курса? Вы будете знать все, что касается техники. Что не так и куда двигаться дальше. То есть, что не так в вашей технике. То есть, вы будете научитесь уже сами разбирать ошибки своей техники. То есть, не только своих учеников, но и свои. Еще через неделю вы будете готовы к составлению тренировочного плана. То есть, по модуле на через две недели вам будут выданы модули приседа, жима и тяги. Все, что к ним относится. То есть, все разобрано. То есть, вы будете знать, какие подсобки существуют. Как строится техника. То есть, с учетом вашей антропометы, то есть, ваших пропорций. И далее. То есть, мы все даем специально по этапу. То есть, чтобы вы успели усвоить информацию. То есть, вы получили информацию. Она у вас есть. То есть, далее. Как ее применять? То есть, вы все узнали о трех движениях. Теперь далее. Через неделю. И вы уже готовы ее применять. То есть, вы готовы к целям тренировочного плана. Это одно из самых важных моментов. То есть, как строится тренировочный план. При том, что ты уже знаешь, в какой технике тебе двигаться дальше. По итогу обучения вы уже в лучшем случае, то есть, самостоятельный спортсмен. То есть, опять же говорю, то есть, как вы работали. То есть, нужно не просто получать информацию через почту и еще каким-то образом. То есть, нужно работать. Если вы будете работать, вы получите максимальную удачу. И вы будете самостоятельным спортсменом. Также, будете обладать тренерскими качествами. Так как вы будете иметь знания, которые должен иметь тренер. Так, кто же такой самостоятельный спортсмен? Как вы считаете? Люди. Как вы считаете, кто такой самостоятельный спортсмен? Еще раз говорю, то что тренер все равно. Если у вас есть тренер, то хороший тренер, то нужно тренироваться с тренером. То есть, если есть возможность, то уж ты реально будешь тренироваться с тренером. А тренера отказываться от хорошего тренера, реально хорошего тренера отказываться не стоит. Самостоятельный спортсмен – это тот, который может себя адекватно оценить со стороны. То есть тот, кто может строить тактику. Опять же, например, как мне приходилось в Штатах выступать самостоятельно. То есть где-то приходится, например, откатиться от подхода, то есть жертвовать подхода, например, в приседе с целью сохранения сил нажима и натягу. То есть тактика тоже нужна. То есть ты не только должен мыслить, например, ты тренировался, ты себе построил план, там пошагово. То есть тренер должен уметь импровизировать. То есть самостоятельный спортсмен должен в любой ситуации уметься импровизировать. Неважно, это соревнование или там. И так же может быть и в тренировочном процессе. Так, отлично. Но все равно общее понятие представления у вас, конечно же, есть. Конечно же, есть. Только это просто, ну, как бы свою программу построить, это просто как-то мыслить узко. Это более глобально. То есть сам ответить на все свои вопросы. Исправить, то есть увидеть ошибки, сам же их и исправить. То есть Это не все так просто. Не просто написать себе планы, по нему тренироваться. Это не самостоятельный спортсмен. Это спортсмен, который просто пишет себе планы. Так, для пакета VIP у нас даны две дополнительных недели. Как раз то, что я изначально говорил. То есть у нас курс длится от одного месяца до полутора месяцев. Поэтому к пакету VIP, так как у нас там много дополнительных бонусов, вот, в один месяц у нас вложиться не получается, и мы дополнительно плюсуем две недели. Именно для индивидуального закрепления знаний. Далее. Обязательно сдать четырех промежуточных экзаменов. Тоже я об этом говорил. Вот, то есть сдаете, получаете сертификат. Сдаете. Дело даже не в сертификате. Блин, вы приходите сюда за знаниями. То есть за знаниями, которые вы будете применять. Которые вы... Ну, иначе смысл этих знаний. Если не будет просто... Это как, блин, купил книгу там и просто бросил ее, и она валяется. Или там купил себе фильм, так и не посмотрел. То есть так же и со знаниями. То есть нужно их применять. То есть не нужно унаться за сертификатом. Это для вас обязательно. Это важно для вас. Итак, сколько же это может стоить? Страница оплаты у нас. Опять же, не торопитесь пока что туда заходить. Сейчас мы все это в вебинаре расскажем. Итак, полная стоимость унен-курса. Это 15 тысяч. Это интенсив старт. Профи 22 тысячи. VIP 45 тысяч. Все помним, да? То есть в чем разница между пакетами. Точнее, тут в чем плюсы только. И в чем, где плюсов больше. Тут минусов как бы быть не может. Итак, цена для самых быстрых среди вас. То есть 25% действует скидка в течение 48 часов. То есть интенсив старт у нас 11 250. Профи 16 500. И VIP 33 750. То есть сейчас вам еще обрисую закономерность. То есть на прошлом вебинаре у нас скидка была 30%. То есть чем ближе к старту курса, тем скидка у нас будет падать. Но скидка, опять же, будет только лишь для тех, кто у нас сидит на... То есть посмотрит вебинар и просмотрит его до конца. Вот. То есть в следующий раз уже скидка будет не 25%, а 20%. Вот. Чем ближе к старту, напоминаю, тем скидка ниже. Итак, еще раз напоминаю. Интенсив старт. Одна мастер-майн-сессия в формате вопрос-ответ. Одна сессия с приглашенным экспертом. Выдача сертификата по хранилию полного курса. Это помимо модулей. Профи. Две мастер-майн-сессии с куратором программы. Два в формате вопрос-ответ. Две приглашенных сессии с экспертами. Бонусы. Мастер-класс по психологии и мотивации. Участие в соревновательных мероприятиях, проводимых экспертами. Живая групповая тренировка с экспертом. Доступ в закрытое сообщество на три месяца после окончания курса. Закрытое сообщество. Помним, да, что это очень ценно. То есть вы можете между собой общаться и делиться как бы не то, что знаниями, а то, как вы их усвоили. То есть каждый может помогать друг другу. Кто-то больше понял там, кто-то больше понял там. То есть как и в школе. Кто-то в математике, если он кто-то кто-то филолог, скажем так. Также и выдача сертификата о прохождении полного курса. И дополнительные онлайн-занятия в мини-группах 34 человека с доверенным экспертом, куратором. Далее три мастер-майн-сессии с куратором программы вопрос-ответ в формате три мастер-майн-сессии с полношенными экспертами. Бонусы. Мастер-класс по психологии, три живые тренировки с экспертами. Индивидуальная разработка схемы питания от эксперта, то есть Станислава. Бонус, личная консультация эксперта по скайпу. 30-минутная консультация, программа подготовки к соревнованиям с травмами. Так, кстати, будут вопросы по поводу живых тренировок. Вот. То есть кто-то очень захочет приобрести VIP-пакет, например, бывает, что люди из другой страны, вот, и нет возможности приехать и провести живую тренировку, то есть мы ее обязательно максимально чем-то равнозначным заменим, то есть либо консультацией, ну, как правило, на втором месте это будет онлайн-консультация, то есть не переживайте, мы за то положение как-нибудь максимально выйдем. Вот. Программа подготовки к соревнованиям с травмами, участие к соревновательным, соревновательных мероприятиях, проводимым экспертами. Доступ в закрытое сообщество на три месяца после окончания курса. Вот. Выдача сертификатов также о прохождении полного курса. И, опять же, напоминаю, что в профи у нас доступ 30 человек, VIP 10 человек. И VIP после собеседования обязательно. Так что имейте в виду, что количество мест ограничено. Вот. Поэтому, чтобы забронировать место в группе, можно внести предоплату. Вот. То есть у нас действуют функции яросрочки. Предоплата на интенсив 130, публик, 3000, профи 5000, и VIP 5000. скидка также напоминает 25%, которые действуют в течение двух суток, то есть 48 часов. Интенсив старт 11, 250, профи 16, 500, VIP 33, 750. Ну и, конечно же, принимайте решение уже сейчас, потому что у вас два дня, то есть, если брать по скидке. и делаем заявки, то есть заявки оставляем на сайте. Страница оплаты мы видим сейчас. итак, как оплатить можно, потому что куча людей задает вопросы, то есть нам уже звонили, писали, то есть как произвести оплату. На самом деле там все элементарно, но тем не менее у людей задаются, то есть возникает вопросы, как перейти к оплате напрямую. Итак, выбираем пакет, соответственно, жмем кнопку заказать. Далее, вводим данные оформления заказа, то есть электронная почта, имя, телефон, записаться. далее, нажимаем кнопку оплатить, то есть оплата заказа, только оплате, оплатить. И, соответственно, congratulations, как говорится, вот, поздравляем, и вы становитесь учеником нашей программы. Само собой, бронируем места, которые, особенно те места, которые, то есть у нас ограничены, не забываем, да, что VIP, 10 человек и в профи 30 человек. Количество мест у нас ограничено. И еще раз переходим на страницу оплаты. Я подольше, чтобы там где-то записали, сфоткали. Чем ближе к началу курса, тем скидка меньше, то, что я вам говорил. То есть в линейной прогрессии скидка будет уменьшаться, от вебинара к вебинару. То есть чем ближе к курс, тем скидка меньше, чем ближе к началу курса обучения. Напоминаем, что мы работаем до результата, на результат, с целью достижения результата, скажем так, достижения вашего результата. конечно же, мы вам показали, то есть то, что мы проводим свои, то есть то, что рассказывает Стас, то, что рассказывает я во время вебинара, это та самая, та маленькая часть, которую мы можем дать в заграничное время, то есть это далеко не полная информация и там один процент. Вот. Даже слайд показывает, что это один процент. Как в этом, как в песне у Слепакова. Один процент ничего не значит. Какая-то мелочь девятизначная. Итак, а теперь представьте, что все, чего вам не хватало для достижения цели в спорте, вы знаете. Даже я боюсь себе представить. Хе-хе. Итак. Еще раз напоминаю, что название нашего онлайн-курса «Умный пауэрлифтинг» от 0 до 400. И снова страница оплаты, чтобы никто не забыл еще раз успел зафиксировать. Еще раз стоимость без скидок полная. И стоимость со скидками. И имейте в виду, что у нас ждут еще другие мастер-классы, которые я уже анонсировал. Следующий мастер-класс будет 21-го числа. То есть это воскресенье в 19-15 по московскому времени. Поэтому также ждем информации, регистрируемся. ждем на почте ссылок на вебинар. И мы вас будем ждать. Напоминаю, что моя тема следующего вебинара это влияние генетики. Важность генетики в спорте. Так, ответы на вопросы. У нас осталось немного времени, чтобы ответить на вопросы. напоминаю, что в чат писать не обязательно. На вопросы я буду отвечать те, что у нас накопились. Тема будет другая, еще раз напоминаю. В каждом вебинаре разные темы. По поводу оплаты все вопросы по поводу оплаты. Куда мы пишем? На электронную почту же? Да, мы пишем на электронную почту. Вам все обязательно ответят, все пошагово и тому подобное все расскажут. Так, переходим на чало. и так, Юра, привет, скажи, пожалуйста, норматив. Так, тут вопрос. Юра, привет, скажи, пожалуйста, готовлюсь к нормативу мастера спорта. Как лучше сделать? Делать прикидку через каждые 5-6 недель или лучше делать разгрузку и поддерживаться силовых циклов типа 6 по 3, 5 по 3 и так далее? Хотелось бы узнать мнение. Зачем делать прикидку каждые 5-6 недель? Я вообще не вижу смысла. То есть, прикидка, она должна быть одна, то есть, за подготовку к конкретным соревнованиям. Вот. Блин, есть вопросы, опять убежал. И поэтому, то есть, в зависимости тут не сказано, сколько времени на подготовку дано. То есть, пишет, нужно ли все время придерживаться типа основного там. То есть, 6 по 3, 5 по 3 это не основной период. Основной период, который должен быть это вот, получается, работа на объемы. Это 4-6 повторный режим. То есть, он у нас основной должен быть в подготовке. То есть, ему больше для внимания. И только уже там накануне соревнования, там месяца за полтора, мы начинаем снижать повторение. Вот. И тем самым уходить на веса. То есть, нам нужно сначала силу нарастить, а потом уже ее применять на более высоких весах, на более больших весах. Как попасть на международные турниры IPF? Ну, чтобы в IPF попасть, нужно в сборную попасть сначала, в сборную России. Что касается Boss of Bosses, там только по приглашению выступают люди. Привет, как узнать, есть ли это предрасположенность твоей генетики к пауэрлифтингу? На самом деле это сложно не заметить. Вот. И это должен заметить тренер изначально, если он там есть. Если тренера нет, а мы тут говорим о самостоятельности, вот, то по генетике ты можешь просто сопоставить. В принципе, то есть, тренируешься в течение года, вот, как вариант, и сопоставляешь результаты одного человека, то есть, и со своими результатами. Вот, то есть, как я, например, то, что говорил, то есть, я-то, например, уступал. То, как я тренировался, это вообще фигня полная. Вот, то есть, нужно все время сравнить свои результаты, то есть, с обстоятельствами, то есть, условия подготовки, на чем там готовишься, потому что есть люди, которые сначала начинают химичить, а потом только в зал идут, вот, а потом только начинают искать зал, скажем так. вот, тут надо, то есть, поверь, ты сам поймешь, если это твое, то ты это поймешь. Как развить, развить мост в жиме, имея уже довольно хороший мост? Ну, если ты имеешь хороший мост, это отлично, то есть, ну, развивать мост нужно просто обычным, ну, обычный мост получается, ты делаешь, гимнастический, вот, то есть, в упоре на ноги, на руки, то есть, у Головинского есть хорошая видюшка по этому поводу. Вот. Какую программу? Я не знаю, какие программы из пожима Лёжа, честно говоря, я знаю, я знаю, как я тренируюсь и пожима Лёжа, я знаю, как мои ученики тренируются. Почему, когда делаешь штановую тягу от колен в классике? Стоп, 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 стоп. Блин, все пролистывается. Прошу прощения, я потерял вопрос, который я уже не найду. Подублируйте, пожалуйста, почему, что там от колен в классике, что там происходит? Бывают судорики, что стоит делать в первую очередь? Дать анализину? Если все время судорики после тяжелой тренировки, если после тренировки, то это просто где-то ты перепахиваешь в любом случае. Потому что обычно, если проблема с калием, магнием, вот тут кальций ни при чем. калий, вот калий, магний, то есть кальций тут нет. Вот, если проблема с калием, магнием, то судороги сразу во время упражнений начинаются. Если ты уже напахался, то есть тебе нужно как будто как бодибилдер. Сейчас тренируешься, вот у многих билдеров такая ситуация возникает. Вот, с судорогами. Нужно смотреть еще также вообще надо обследовать тоже еще по поводу сосудов тоже может быть какая-то ситуация глубокоприятная. Вот, но скорее всего это неправильно выстроен тренировочный процесс. То есть ты перепахиваешь с ногами. Особенность у тебя судороги, это уже говорит о том, что ты его перегружаешь. Так, Юрий, третий, пожалуйста, на вопрос. Может ли растяжка поперечного шпагата решить проблему с округлением спины? Вообще на поперечный шпагат даже и самая безумная идея. То есть не нужно на него садиться. Гипермобильность она тоже вредна. Это я уже объяснял. С округлением спины на срыве именно в тяге блин, тоже неполный вопрос. Если идет получается округление спины в срыве, наверное, идет речь о тяге. То есть если это речь идет о классике, нужно тянуть ягодичную мышцу в первую очередь. Там задняя поверхность бедра особая. Ничего не решает в этом плане. Вот если да, в сумо. То есть если здесь идет в сумо, то помимо так, ягодичная там вообще никак, да, ягодичная там за счет отведения колен в сторону, то есть повороты бедра наружу, натяжение с ягодичной уходит, ягодица тут уже никак не мешает ставить спину. То есть здесь будут проблемы это с большой приводящей в первую очередь. Вот поэтому нужно тянуть ее. То есть да, но как бы поперечный шпагат как раз растягивает большой приводящий как вариант. Но тут очень важно, то есть сесть на шпагат еще и корпус наклонить, скажем так. Нужно просто с разведенными ногами в стороны сделать наклоны с ровной спиной вперед. Вот, то есть таким образом тянуться. То есть наклонился и удерживаешь. Опять же нужен навык для удержания спины. Вот помимо мобильности я всегда говорил то, что можно и при плохой мобильности, то есть за счет навыка также то есть удерживать свою технику то есть в рамках положенного. То есть я приведил пример с Маланом. То есть за счет мышечной впоследствии, за счет отягощения и тому подобное. То есть фасции могут растягиваться под собственным усилием или под усилием отягощения. Но боли в спине у меня нет. Была просто я исправил осанку. То есть поработал на осанку именно покачал пресс. Вот и в течение года у меня эта проблема со спиной ушла. Вот лучший лучшее средство вообще при травмах это в первую очередь отдых. То есть полный отдых от нагрузок то есть от всего. Так вопрос почему когда делаешь становую тягу колен в классике вот не идет. Меняю на саму на разы могу делать в чем причина. В чем делать тягу в классике от колен? А в сумму от колен что ли делать? Блин опять вопрос тоже если ты спину округляешь то в любом случае идет неравномерное распределение на межпозвоночные диски то есть это вредно для позвоночника то есть рано или поздно на выстрелить поэтому спина должна быть ровной это все что тяга с горбом получается вот и все и пусть там у тебя спина не чувствует нагрузки но тем не менее зато с круглой спиной легче срыв идет тяга с тремя остановками остановки где могут быть то есть есть смысл делать остановку на уровне колен если например тебя потрясывает на уровне колен при прохождении то есть на уровне колена есть делать паузу на уровне срыва прям миллиметр снял а лучше стоять на небольших плентах буквально сантиметровых то есть это улучшит срыв вот третью снова где делать в самом верху смысла нет это на середине голени но так примерно ты середин голени стартуешь так а вот как привыкайте ко времени то есть с постоянными перелетами вот я как тоже рассказывал по этому поводу то есть то есть раньше я прилетал штаты и мне приходилось то есть ну я так считал правильно то есть я не хотелось спать весь день не хотелось спать но я терпел и именно ночью ложился спать с целью стабилизировать свои биологические часы не биологические часы а как бы то есть местному времени даже скажем так адаптироваться то есть чтобы как и все местные ночью спать а днем заниматься своими делами вот и в итоге получалась полная фигня то есть я днем дико хотел спать терпел терпел ночью засыпал через там три часа просыпался и все то есть я не мог уснуть и вот такая фигня все время получалась в итоге только лишь когда у меня была третья поездка в штаты на боссы вот чисто случайно у меня получилось так что я ну закупился едой и просто получается валялся в номере вот смотрел фильм засыпал просыпался ел там засыпал то есть вот так и вот у меня получается все выровнялось вот то есть когда хотел спать спал когда не хотел не спал то есть не важно какое время дня лучше просто когда хочешь спать спишь когда не хочешь не спишь тот самый лучший вариант для адаптации когда я первый раз в штаты прилетел вообще ничего такого не было вот я просто был в Техасе вот там дикая жара единственное что у меня удивило что нет пешеводного перехода то есть все ездят но в машине там нет там даже тротуаров особо и нет то есть то есть а потом нет дальше газон вот там был только один пешеходный переход на весь квартал так здравствуйте рост метр восемьдесят шесть но недлинный корпус тут так там вообще не могу в интер по метру там ноги не сильно длиннее корпуса тоже как там что короче так не скажешь абсолютно то есть надо смотреть по факту тренировать жим принципе два раза в неделю будет достаточно без нормального объема тренирован да все верно под этим тренинг готовить в плане весов то есть ты не угадаешь что будет завтра вот где-то ты можно допахать это можешь перепахать то есть разные жизненные ситуации бывают где-то там период томился где-то наоборот поспался восстановился вот и я считаю что каждому дню писать конкретную нагрузку не совсем корректно то есть лучше ее самочувствию то есть себе подбирать то есть обычно это тоже надо уметь подбирать опять же вот и там если где-то операция то перед только в один подход то есть все это я буду рассказывать то есть интуитивный тренинг он не совсем интуитивный были ну как насколько интуитивно то есть меня есть план тренировочный то есть то что касается упражнений то есть и определенный объем вот только я не то есть скажем так что только вы не знаете сколько вы будете делать по весу то есть килограмм то есть вы уже определять опытным путем как бороться с перетренированность соревнований осталось пара недель за пару недель вас должна начинаться разгрузка то есть если вы за пару недель не восстановились, то есть у вас как правило, перетренированность выражается даже не... Если у вас желание осталось выступать, то это вы еще не перетренировались на самом деле. То есть самое страшное, это когда ты перегрузил ЦНС, и тебе не хочется ни хрена вообще. Если там у тебя просто перепаханность, она выражается в чем-то в виде мышечной боли, усталости и тому подобное, физической усталости, то это ничего страшного. Двух недель тебе более чем хватит для суперкомпенсации, это реально на фоне этого отдыха, если ты правильно подведешь это, выстроишь очень хорошее усерднование. Как залечить плечи, седалищный нерв? Седалищный нерв надо смотреть по какой причине. Возможно, там смещение тазобедренного сустава вверх, который создает блок. То есть тебе дает седалищный нерв. Тут надо посмотреть. То есть к человеку сходить, кто это знает. К мануальщику, там, кинуть злобу и тому подобное. То есть там не обязательно может быть в ком... То есть иметь нервный корешок, там, грыжа, например. То есть не обязательно кидовая грыжа может быть... То есть решение может быть намного более простым. Вот. Как залечить плечи тоже. Что там конкретно в зависимости. Всякие... Всякие, то есть, ну... Симптомы могут быть. Так. Кристи же можно в один день тренировать. Кристи же лучше в один день тренировать. Даже не можно лучше. Вот. Каждый день основное упражнение... Когда нет, человек должен еще восстанавливаться. Опять же. То есть не полный отдых должны быть цели восстановления. ЦНС. Должно отвлекаться от зала. Ты должен... Должны боевника. Ты должен вообще его не видеть. То есть по залу ты должен каждый раз скучать. Вот. Поэтому тренироваться каждый день. Но все время... То есть разные мышечные группы. Это тоже не совсем верно. Так. Тебе может просто все надо есть. Если было небольшое смещение в пояснице, на тяге классика. Какие-то видишь. Меньшие перспективы в спорте. Люди не забывайте, что я спортсмен. Не человек, который отучился там 6 лет в меди. У меня там 20 лет. Там работа за плечами. В травматологии. Я сейчас вам тут на все вопросы отвечу. То есть на это у нас еще есть приглашенные эксперты. Если что. Вот. Тут смещение тоже непонятно. То есть смещение обычно, как правило, исправляется. Вот. Нужно ли перепахивать на ОФП в подсобках? Это же ОФП. Зачем перепахивать? Вроде бицепсы, трицепсы, агитты. Не знаю. Ну, на отказе ты можешь поработать, например, на ОФП, когда у тебя прям глубокая межсезонья. Вот. Когда у тебя уже остается там, ну, то есть уже ты, у тебя уже период подготовки, силовой период. Вот. Нужно уже, конечно же, просто работать тонусно. То есть без отказов. Попейся, когда я сказал, начал вставать, стянула в ягодичный, сразу появилось чувство пустоты в бедре и под ягодичный. При этом вставать было нечем. Что может быть, проходило три месяца. Через ягодичный бедр. Тоже, кстати, может быть... То есть надо смотреть средние ягодицы, воздушно-пояснечные. То, что там сейчас прострянуло через ягодицу и потом нога отключилась. Так, вот сейчас у вас он как-то не руетесь. Я сейчас, да, ну, не совсем в Москве, я в железнодорожном. Вот тут написал уже ниже. В Олимпе. TRX получается лянки, а не TRC. TRX-лянки, да, все делаю. Бывает, например, после тяги мозоли сорвал, вот, но нужно делать горизонтальную тягу. Вот, и я, соответственно, с сорными мозолями не полезу уже на блочный тренажер. Я делаю в TRX просто. В принципе, я его очень хорошо чувствую там работу. Мне даже очень нравится. Так, никотиновая кислота перед выполнением упражнений. Как-то услышал в интервью с Маланом. Ох ты ж, ё-моё. То есть курить перед тренировкой ещё круто, что ли? Надо, кстати, интересный вопрос как-нибудь когда будет поискать информацию. По TRX, да, я понял, я уже ответил. Как бороться с тошнотой после приступа, тут ещё в чате пишут. Ну, во-первых, тошнота может быть по двум причинам. Это по трём. Пищевое отравление, скорее всего, оно исключается. Второе. Слишком рано поел перед тренировкой. Точнее, поздно поел. То есть ты поел и пошёл приседать. И ещё вариант то, что это гипогликемия. Гипогликемия это очень... Если только ты там приседаешь с повторения как минимум по 10, то да. Вот. тут в зависимости от того, что... Ну, если, соответственно, ты слишком поздно поел есть раньше. Вот. А, больше 10 приседаешь. Ну, во-первых, если ты поурли, то зачем тебе больше 10 повторений приседать? Это раз. А, во-вторых, это да. То есть ты нахватываешь гипогликемию. То есть тебе нужно увеличивать отдых между подходами. Это раз. Вот. И, во-вторых, тебе нужны быстрые углеводы. То есть всё время во время тренировки пей затоник, закончишь кладку, подъедай. То есть обязательно кинь быстрые углеводы. Юра. Важный технический момент по твоей тяге можно выделить быстрое восстановление коленей, усталение, да, до тяг уже корпусом назад. Топометрически у тебя длинная голень, короткое бедро. Ничего подобного. У меня 50 на 50. Неправда. А в обратном случае, когда бедра длинные, голень обычная, возможно, хоть на носки. Если ты в тяге, если ты, например, тянешь с умой, у тебя голень короткое, бедро длинное, то тебе с умой вообще в тяге это идеальный случай тропометрия на самом деле. Вот, с коротугольным, длинным бедром. Что там? Никакие колени вперед уходить не должны, сразу говорю. То есть, там все очень просто выставляется. То есть, случай, конечно же, хорошей мобильности. письмо будет по поводу информации о доплате и предоплате и тому подобное. Все будет, не переживайте, если там позже, не позже, потому что человек еще тоже занимается. То есть, по окончанию вебинаров всем это будет более активно заниматься. Честно говоря, в программах до Коуна выкладывали программы, как он тренирует присед. Был присед только один раз в неделю, потом выкладывали программу, он тренирует два раза в неделю присед, прям один в один, как я это делаю. То есть, также один интенсивный, другой объемный. Вот, так я и не понял все-таки кому верить, но, скорее всего, втором варианте, что два приседа в неделю, потому что практика показала, по одному приседу в неделю, там далеко не уйдешь, да вообще никак не уйдешь. Вот, так, если в классике стал результатов, сумма на начальном этапе, результат ниже 160, против 140. Есть ли смысл учиться в сумму, раньше не тренировал в сумму? Тут зависимость от антропометрии. Вот, если твоя антропометрия говорит о том, что лучше тянуть в сумму, хоть ты сейчас тянешь меньше, то лучше переучиться в сумму, то есть в течение там полугода ты выстрелишь. Вероятнее всего, бывают такие типы антропометрии, что и в классике, и в сумму тянуть неплохо, но все равно, как бы, я считаю, что все равно, как бы, за сумму будущее, как ни крути. То есть, если все делать правильно, то есть, то все будет замечательно. икры в тяги не то, что нужны, важны. То есть, в работе, особенно в сумму, в классике особо таких ситуаций не возникает, когда ты летишь вперед, а в сумму нужна очень хорошая стабилизация движения. Вот, и поэтому икры очень нужны, чтобы не падать вперед. То есть, им вверху мы, то есть, голенью дорабатываем в цели создания противовеса. Вот. На каких мышцах я делаю акцент, то есть, ревештанги, я вообще уже никакой не делаю акцент. На самом деле, то есть, настолько техника точно, что полностью выключаю мозг. То есть, я только делаю стартовое положение еще пока, что думая. Вот, как только же начинаю тянуть, уже ни о чем не думаю. Так. Отвечаю на последние два вопроса. Нам же нужно закругляться. Вот. А то я не смогу забрать машину со стоянки. Не успею. Она у меня скоро закроется. Так. Если можно, скажи свое мнение по поводу разнохвата. Многие утверждают, что при больших весах удобно использовать именно его. Но с целью удержания, да. То есть, понятно, что в разнохвате ты удержишь больше, чем в однохвате. Просто в голом однохвате. То есть, замок я не учитываю. Вот. Тут, как бы, ну, довольно-таки банальный вопрос. Вот. Простой. Само тянешь с места. Он тянешь с места или с предварительного. Можно разогнаться, опустившись ниже. Если тянешь на мягком грифе, а все время тянешь на жестком, то на мягком надо. То есть, если ты тянешь там большие веса и гриф реально обтягивается, вот. Нужно подсесть чуть ниже, чем на жестком грифе, да, чтобы для разгона, то есть, обтяжку сделать и попасть уже в те углы, которые тянешь на жестком грифе. Так, все, отвечаю на последний вопрос. Вот. И Юра, привет. Вопрос к вам такой. Что, если на тяге заворачивается таз, как приседе, это нормально вначале? Нет, не нормально, это нехватка гибкости либо нехватка навыка. Все, извините. Ответ на вопрос у нас подходит к концу. Вот, все, теперь точно отвечаю в последний раз. Так, целесообразно ли в приседе на коленниках вы выходите с седа при помощи спины на мертвой точке или стараться все же делать через ноги? Всегда, присед, блин, конечно, надо в приседе, то есть стараться работать ногами. Вот, в принципе, блин, я бы объяснил уже потом. Вот, то есть в приседе главное опускаться по короткому амплитуде с целью быстрого достижения, то есть до седа. Потому что ты его хорошо чувствовал. Вставать уже можно за счет компенсации. Вот, потому что на соревнованиях нужно лишь бы встать. Вот, на тренировках, соответственно, нужно стараться работать технично, работать ногами. То есть на соревнованиях можно компенсировать и через спину вставать, То есть задняя поверхность бедра, потому что в любом случае задняя поверхность бедра и ягодицы вместе в связке, совокупности, они будут сильнее, чем квадрицепс. Вот. Ну все, всем спасибо еще раз. То есть все, уже время подошло к концу. Не могу я уже отвечать на вопросы. Время уже поджимает. Всем еще раз спасибо за внимание, всем, кто остался до конца. Напоминаю еще раз, что следующий вебинар будет в воскресенье в 19.15. Всех буду ждать. Всем еще раз спасибо. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok